МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуй, уделка. Здравствуй, шарманщик. Две недели мы с тобой не виделись. На прошлой неделе дождик напугал. Сегодня тоже обещают, но пусть обещают. Может быть, и проскочим это дело. Питер он большой. Там может быть дождик, тут может быть не быть дождика. Ну, тут эти магазины. Стрепьем, как обычно, на рынке. Все мы это проходим. А идем вот в магазин антиквариат первым делом. Вот сюда. Ну вот, не зря я зашла сразу в антикварный. Посмотрите, какая прелесть. Вот таких вообще мне никогда не попадалось. Еще и граненые. Рельс какая, боже мой, это коралл. Вообще. Так, ну ладно. Начало хорошее. Посмотрим, повезет ли дальше. Так, мы дошли, но тут вначале неинтересно. Тряпки. Всякое разное. Так что еще надо идти и идти. Поэтому безбрежному морю всякого барахла. Но, опять же, барахла. Для кого-то тоже барахло, что я ищу. Тут можно найти все. Я всегда говорю, что здесь от иголки до ракеты. Среди вот этого всего. Так. Вот видите, и вот где вот высоко. Вот там он кончается. Вот где белое наверху. Но это только половина еще. И с той стороны. Все это надо обойти. Экономно, экономно. Ну что, мы уже дошли до конца. Теперь идем назад. Ничего пока, кроме антикварного, ничего интересного не попадается. Купила коробочку от телефона. Смотрите, какие оклады для икон. Господи, чего тут только нет. Сашка себе оружие уже приобрел. Все прям рабочее стреляет, сверкает. Ну нет, тут не надо стрелять. Так, пойдем. Дамы. Глаза устали. Глаза устали. Ноги устали. Все устало. Че-то... Пластик продают за янтарь. Молодцы. Молодцы. Люди умеют торговать. Обманывать в моем понимании. Самое главное, они возмущаются. Когда им говоришь, что это пластик, они так возмущаются на тебя, что вроде это не они обманывают. Понимаете? А ты тут лезешь со своим мнением. Медленно, но верно мы продвигаемся к выходу. Ну, че хочу сказать. Ничего особо удачного-то я и не купила. Вот только два украшения в инвекварном магазине. А так чего-то. Ну, я хочу сказать, что я отвлекаюсь отовлекаюсь сильно на Сашку. Очень он у меня. Вот видите, вот на что я отвлекаюсь всю дорогу. Видали, сколько половников разных размеров. Ой, не могу. Сегодня что-то мало продавцов. И вон, как нараскладывали широко. А странно. То ли тоже испугались, что дождь обещали. А его вот и нету. Уже ноги не идут. Уже и смотреть-то тут нечего. Ну, идешь вроде. Вот, видите, у меня. Накупался в пруду. Теперь весь в соплях. Главное, эти сопли проявились по дороге. Хорошо салфетки с собой были. Ну, и они уже кончаются. Саш, сворачивай направо. Мы тут уже шли. Направо, Саш. Очень много обуви и новые, ну и, понятно, бушные. Да всего тут много, господи. Книг просто можно собрать в любую библиотеку. У кого-то мелочевка. Кто-то делает своими руками что-то продает. У кого-то просто с помойки. Прямо да. Ну, и интересно. Ну, все. Последний бросок. Сопливый парень. Уже тут чуть-чуть осталось. Ну, тут особо уже и... Если там в центре целые горы всего, то здесь уже так. Но здесь чем хорошо, то тетенечко. Вы знаете, какие тут есть? Есть люди. Вот у меня один мужчина тут знакомый. Седой. Ну, он как я примерно возраст. Я у него когда спала спрашивать. Говорю, ну, давно вы тут торгуете? А он говорит, а я здесь практически родился. Представляете, тут своя жизнь. Своя жизнь у людей. Друг друга знают. Они тут выпивают, справляют. Праздники и дни рождения. Представляете? Дружат. А есть и дружат против кого-то. Ну, это как всегда, как в любом коллективе. Ну, всё, выходим мы. Я не нашла сегодня... Ну, есть холсты. Мне холст нужен на раме. Есть, но большие. Мне надо поменьше. Я не могу найти чехол на свой телефон. Вот сейчас зайду в магазин там. Правда, ещё до него идти дальше. Ну, что делать? В тех, которые близко, нету. Ну, ладно, спасибо, Уделка. Мы пойдём, да? Ну, отсюда тащить я не хочу. Мне тут подешевле, чем в магазинах. Но тащить я не хочу ничего. Он даже лисички продаёт, грибочки. Народу чего-то мало сегодня. Ну, что же. Купила я сегодня немного. И для разных целей. Вот такое украшение. Ну, это подопал. И я нисколько не удивилась, что это Эйвон. Это Эйвон. Кто не знает, девочки, разрабатывают украшения для Эйвон. Лучшие специалисты в этом деле. И очень много людей на планете, которые собирают коллекции. Чисто Эйвон один. У меня уже тоже в Крыму. Небольшая коллекция, но есть. Мне очень понравились они. Элементики такие. Может быть, я и переделаю, а может быть, так оставлю. Так, ну, вот эти камни я купила в антикварном магазине. Я уже их вам показывала. Вот такие вот. Это пластик. Но я их купила исключительно для своей новой занавески. Вот такая подвеска. Я её, конечно, схватила. А потом думаю, а тут, наверное, змея была. Не знаю, получится у меня сделать голову ей или нет. Но металл хороший. Ладно, если что, приклею куда-нибудь. Вот такая одна бусинка. Это ракушечка, залитая эпоксидкой. Так, вот такая сломанная брошка. Во-первых, она породистая. Видите, как сделан зад? Вот сделан. Это говорит о том, что это брошка породистая. Ну, вот тут сломанная иголка. Я её купила. Вот эти стразики, как доноры. Где-то, мало ли, будет надо поменять. Вот такая вот. Вся сияющая. Так, вот такой браслетик у меня. Синий-белый есть. Я взяла, думаю, надо и чёрно-белый взять. Вот такой слоник, подвесочка. Я люблю слоников. Она тут с горячей эмалью. Мне понравилась. И купила себе коробочку. Ну, таблеткой с собой брать маленькую. Дубровник. Бывшая Югославия. Так что вот так. Так, немного. Внука я не буду больше брать. Я так отвлекаюсь на него. Он столько у меня там внимания забирает, что я вот, видите, вот даже купила и не поняла, что у неё нет головы. Вот, поэтому нечего с ребёнком делать на уделке. Ну, а вам спасибо за внимание, мои дорогие. И до следующих видео. Постараюсь не задерживаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok